Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это за кулис, то, что там происходит, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой-Эпштейн на радио Балком. Ходите на концерты классической музыки? Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Это программа «Культурная среда» и в студии, как всегда, Елена Привалова-Эпштейн. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас также гость. Мы сегодня поговорим о таком интересном инструменте, как вибрафон. Андрей Пушкарёв. Здравствуйте. Здравствуйте. И Олег Пеков, помогает нам Евгений Копеин, звукорежиссёр. Вы можете звонить, задавать вопросы, если вам будет интересно, по телефону 67212-9399-67213-9399. Как обычно, мы расскажем о тех концертах, которые пройдут в самое ближайшее время. Ну и, кстати, вот Андрей Пушкарёв, он участник одного из тех концертов, которые в нашей афище. Даже двух концертов. Даже двух, да. Даже двух, можно сказать, одного сольного концерта, и втором – участие в известном фестивале Кремирата Балтика. На самом деле, в Риге продолжается, мне кажется, продолжается безумный сезон, который заявил фестиваль Рига-Юрмала. И, мне кажется, все рижане и гости столицы были в течение всего лета счастливы. Потому что такого стечения музыкантов с мировым именем давно не было. И я помню, Михаил Козинник на одном из концертов в церкви Святого Павла, он сказал, или в интервью, когда у него спросили, правильно ли запретить, что ушла новая волна из Риги. Он сказал, что, конечно, это очень большое финансирование, но для меня будет большим счастьем, если место новой волны займет большой классический фестиваль. И вы представляете, мечты сбываются, тем более таких больших людей. И у нас действительно все лето, весь август, это был безумный праздник, когда выступали потрясающие музыки. Один за другим. Буквально несколько фестивалей. Да. И он продолжается. Сейчас, можно сказать, уже мини-фестиваль «Кремирата Балтика» представляет три концерта подряд. Пятница, суббота, воскресенье. И в одном из них как раз будет участвовать гость сегодняшней программы. Но мы к этому подойдем, потому что есть очень интересные еще мероприятия до выходных. В четверг, 5 сентября, в церкви Стовая Анна, Яне Байзница, мне кажется, уже такая традиционная программа «Авы Мария» с Ольгой Пятигорской и Ялантой Баринской. Они исполняют, например, Баха, Мендельсона, Моцарта. Популярная программа. А вот 6 сентября и 9 сентября программы посвящены композитору, воспевшему аргентинская танго. Мы как раз ровно неделю назад встречались с Марком Веленским и Сава Зих были в студии. И мы просто взахлеб говорили о истории Пьецоли, о его музыке, о каких-то совпадениях удивительных в его судьбе и связях. Насколько спорили, это классическая музыка все-таки или популярная? Потому что, казалось бы, танго, которое считается не то чтобы низким жанром, но вышедшим из самых низов, сейчас воспринимается как абсолютно классическая музыка. Академическая музыка. И вот у нас, получается, Астер Пьецола будет звучать 6 сентября в новой церкви Святой Гертруда. Это на Абриюбе 119 выступает Марк Веленский, Сава Зих, Янис Тафецких. Будет сплошь аргентинская танго, но также Пьецола будет звучать в совершенно необычном звучании. Это вибрафон и виолончель. На вибрафоне будет играть наш сегодняшний гость Андрей Пушкарев и на виолончеле Татьяна Редько. Концерт будет в малом зале гильдии. И вот так как наши слушатели еще даже не представляют, что это за инструмент вибрафон, я бы хотела сначала поставить небольшой кусочек. Это Ава Мария, это не танго, но это музыка, которая абсолютно характерна для Астер Пьецола. Давайте послушаем, как звучит Пьецола, а потом зададим вопросы уже Андрею Пушкареву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие слушатели услышали, что помимо вибрафона солировала виолончель. Татьяна Редько и Андрей Пушкарев будут выступать 9 сентября в малой гильдии. И это произведение также в программе. А вот Андрей Пушкарев, расскажите, почему Пьецола? Скажем так, мое знакомство с творчеством этого замечательного совершенно композитора, точнее, как это сказать, заболел я, это будет правильнее так сказать, потому что я действительно заболел и выздоравливать не собираюсь. Я эту музыку могу слушать часами, играть часами, обрабатывать ее, это невероятно интересно. Познакомил меня с ней Гидон Крэмер. В 1995 году он приехал в Киев, где я жил в то время. Он приехал, дал концерт с Киевским камерным оркестром под руководством Романа Коффмана. И там была замечательная совершенно современная музыка, очень интересная программа, ну в принципе у Гидона не бывает неинтересных программ. И на бис они исполняли аббревиум. Это одна из самых известных мелодий Пьецолы. И я просто обалдел, у меня другого слова нет. Я стоял за кулисами совершенно в оцепенении. А ведь тогда, по-моему, еще музыка Пьецола не была так популярна. Вы понимаете, дело в том, что у Гидона Крэмера есть совершенно замечательная такая особенность. Он что-то открывает, и потом это становится... То есть он открывает это для людей. Вот так получилось с Пьецолой. И Пьецолу действительно в академической, в классической среде никто особо не знал. Да, понятно, сам... Понятно, что гитаристы, аккордеонисты, конечно же, играли. Белончелисты. Значит, смотрите, Пьецола посвятил, написал для Ростроповича и посвятил ему гран-танго. Это пьеса для фортепиано и виолончели. Безумно сложная, кстати. Очень сложная, да. И вот у виолончелистов это как бы в программе, да. Но как пьеса. Но в общем, так вот, чтобы поднимали Марию де Буэнос-Айрес, все вот эти вот его творения. Ну, то есть, первым это начал делать маэстро. И, как я понимаю, и потом пошли все остальные, как бы, а, оказывается. Вот. То же самое сейчас происходит, произошло вот несколько лет назад, произошло с музыкой Вайнберга. Я как раз хотел так сказать. Слава Вайнберга, да, совершенно верно. Это большой друг Дмитрия Шостаковича и, на мой взгляд, очень недооцененный композитор в свое время. Потому что, ну, человек, который написал 21 симфонию только, да, помимо других произведений, да, и узнают о нем только сейчас. Опять же, благодаря тому, что в какое-то время Гедону попала какая-то партитура, какое-то произведение, вот, он, я так понимаю, что ему очень понравилось. И он начал копать, копать, копать. И выяснилось, что человек просто в стол писал очень много всего, да. А его имени никто особо не знает. Если я вам сейчас скажу, что музыку к мультфильмам «Каникулы Бонифации» и «Винни-Пух» написал Мячеслав Вайнберг, ну, оказывается, да? Ну, так как я музыковед, я не удивлюсь. Но, тем не менее, для многих слушателей, конечно, это имя, в принципе, незнакомое. И послушать эту музыку можно в фестиваль Гедона Кремера в воскресенье. Как раз будут исполнены произведения Мячеслава Вайнбергера. В этом году ему исполняется 100 лет. То есть он 1919 года рождения, в этом году исполняется 100 лет. Вайнбергу, и вот, собственно, цикл концертов посвящен его столетию. И вот этот замечательный проект совершенно, который называется «Хроники нашего времени», который совместно с замечательными ребятами из Москвы, которые сделали совершенно потрясающий видеоряд, который за оркестром находится, и как бы весь, все отделение, музыка Вайнберга разных времен, разных направлений, разных стилей, с разными настроениями, и все это как бы объединено в одну концепцию. Вы именно в этом концерте принимаете участие? Да, именно в этом концерте. И на каких инструментах там будете играть? Ну, там у меня четыре летавры. Летавры – это такие большие-большие котлы, они настраиваются на ноты. Поясните, на какие именно ноты? На ноты нет, но там педаль есть, там у-у-у-у, она как, ну, у нее басовый регистр, да? Ой, да все знают Шерлока Коумса, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, вот это они и есть. Это будет концерт «Воскресенье», потрясающая история, потому что тех самых московских ребят организовал Кирилл Серебренников, то есть это будет нечто вроде перформанса, концерт интересный, также в «Дзинтере» – это заключительный концерт фестиваля, и там также принимает участие наш известный пианист Андрей Осокин. Это то, что касается фестиваля. А теперь давайте вернемся к музыке «Астеро Пьетсолы», который у нас, можно сказать, мини-фестиваль. Это будет в пятницу концерт «Аргентинская танго», и у вас, помимо… То есть все аранжировки, все произведения, которые будут звучать, это аранжировки сделали вы сами? Либо я сам, либо это наше совместное творчество с Татьяной, потому что она огромную роль в этом всём играет. То есть, скажем так, я генератор идей, и я выстраиваю форму, а вот уже над тонкостями мы думаем вместе. То есть мы берем инструменты, пробуем, что как, в какой октаве лучше звучит, где кому какую тему, что это уже дело техники, этим мы занимаемся вместе, и это очень интересно. Что для вас аргентинская танго? Я же говорю, это болезнь. Я вот с того обливера, на который я простоял совершенно в оцепенении в полном… Главное, что я понятия не имею, что это за музыка, но у меня полные глаза слёз. И я потом спросил, подошёл к ребятам, спросил, ребята, что это, что это? «Обливион», «Астер Пьецоло», аргентинский композитор. Я запомнил, ну, в 95-м у нас интернета ещё не было, так что быстренько в поисковик, вот, в Google, «Астер Пьецоло», 117 видео, 118 аудио, нет, такого не было. Собирал всё это, вот, были в то время такие аудиозаписывальные ещё остались, когда ты приносишь кассету и тебе там записывают что-то, диски, у ребят какие-то диски, где-то кто-то откуда-то привёз что-то, в общем, по крупицам, что называется, да? Вот, потом, когда я уже попал в Крымирату, это случилось в 99-м, вот, ну, как бы столкнулся с этим поближе, вот, Леонид Десятников сделал замечательную совершенно обработку сезонов «Вивальди» для скрипки и струнного оркестра, это тоже потрясающая совершенно аранжировка, вот, это тоже, которую я вот, я ужасно люблю изучать разные... Для наших слушателей, поясните, что значит аранжировка, если, в принципе, «Вивальди» и написал для скрипки и струнного оркестра? Нет, 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 подождите, это сезон «Ин Буэнос-Айрес», А, «Состро Пьецоло» просто это, да, да, вы сказали «Вивальди», а у нас там... Да, у нас просто сейчас время небольшого перерыва, после чего мы обязательно продолжим разговор. Продолжается программа «Культурная среда», я напомню, что в студии вот Олег Пекай, ведущая программы Елена Привала в Эпштейн, и сегодня в нашей студии Андрей Пушкальев. Мы как раз вот остановились на этой оговорке времен года «Вивальди Пьецоло», вот, может быть, поясните. Я не даром оговорился, потому что, как бы, это тоже один из потрясающих проектов, придуманных Гедором Крэмером. Вот, значит, у Пьецоло есть четыре сезона «Ин Буэнос-Айрес», вот, в Буэнос-Айресе, и, естественно, у «Вивальди» есть четыре концерта времена года. И вот объединить это, то есть запустить это вперемешку, причём ещё и с учётом полушария, то есть идёт в начале весна «Вивальди», потом, если не ошибаюсь, осень Пьецоло, то есть всё это в соответствии с полушариями. Это, опять же, идея Гедона, да? Вот, и Леонид Десятников, потрясающий совершенно композитор нашего времени, я считаю, сделал потрясающую обработку, значит, сезонов Пьецоло, которые написаны оригинально для его квинтета. То есть его квинтет – это контрабас, скрипка, фортепиано, банденеон. А, нет, и всё. А, и гитара, и гитара, и гитара, вот, квинтет. Это написано для его, эти сезоны написаны для его квинтета. И Десятников сделал совершенно уникальную аранжировку для скрипки соло и струнного оркестра, и ещё и с вкраплениями фрагментов «Вивальди». Но, опять же, с учётом полушарий. Это фантастический совершенно проект. Это вот то, с чем я познакомился, придя в Крамерату. То есть этот проект был в конце 90-х создан. И я как раз пришёл в 99-м, я в это окунулся. Вот вы исполнитель на ударных инструментах. Расскажите слушателю, на скольких ударных инструментах играет… И вообще их роль в оркестре. Их роль – краска. Краска. У каждого инструмента свой темп. Ой, количество переваливает за полторы тысячи. Знаете, у нас не хватит времени их перечислить. Ну, хотя бы основные. Основные – хорошо. Литавры – это то, о чём я говорил. Малый барабан, военный барабан ещё называется. Тарелки вот эти вот, которые одна об другую. Которые как тарелки и есть. Да, большой барабан, который большой колотушкой играется. Гонг, скажем так. Дальше идём по звуковысотным. Ксилофон, который знают все. Это так вибрафон мой называют. О, это у вас ксилофон? И говорят, да, ксилофон только железный. Ксилофон – это дерево. Да, ксилофон деревянный. Вот. Ксилофон, вибрафон. Вот. Колокола. Вот такие трубы большие. Которые вот… На них играют молотками. И в аккурат церковный колокол. Да, вот. Да. Такой, только в уменьшённом виде. Там из-за того, что он круглый, а бертона такие же, как у церковных колоколов. Ну и всякая мелочь. Коробочки, треугольнички, маракасики, всякие… Треугольнички, да, и всё прочее. Слушайте, а я сразу вспоминаю анекдоты. Стучать можно было бы почаще. Да. Вот насколько всё-таки участие ударных инструментов, вот есть ли какие-то произведения, где они играют, ну вот, очень важную роль и… Я вам сразу же, вот не задумываясь, Кармен Суит, обезощедренный. Там струнные и пять человек ударных. Потрясающе совершенно произведение. То есть там каждый звук работает. Расскажите нашим слушателям произведение, в котором… Господи, орган. Я как органист, конечно, сразу орган, да? А где ударный инструмент звучит от начала до конца. От начала до конца? Как начал барабанить. Так? Нет, ну, если мы берём ударную установку, то любая… Любая… Нет, я имела в виду, конечно, Равелли, где это фактически сольный инструмент, болеро, где… Это произведение, которое должен сыграть каждый ударник. Вот. Я лично закрывал сезон 1997 года в Киевской филармонии. И говорят, что это является произведением, как испытательный экзамен. Совершенно верно, потому что очень страшно. И безупречный ритм, который должен… Во-первых, безупречный ритм. …который должен от раза одного так-то к другому переходить. Во-вторых, начать нужно очень тихо. Да. Причём так тихо, что ты начал… У тебя начинают просто дрожать руки. Да. И вот с этой дрожью надо справиться. То есть, да, там нужны крепкие нервы, и нужно, да, нужно заниматься, нужно репетировать. Говорят, что это как конкурсное произведение для того, чтобы поступить в оркестр. Абсолютно. Вот. А расскажите, почему именно вибрафон, почему не маримба, как многие сольные ударники? Я знаю, маримба у нас королева вообще ударных инструментов. Вы не представляете, если так вот говорить о мире ударников, да, то есть, которого солисты, которые там вот ещё есть сетап, это перкуссия, да, для неё много. У нас есть свои конкурсы, свои фестивали. Вот. Так вот, у нас, конечно же, королева маримба, потому что там огромный диапазон, там пять октав, вот, красивый звук, всё замечательно, и сыграть можно, в принципе, всё, что угодно, от классики до полнейшей алеаторики современной. Вот. Но, почему вибрафон, мне очень часто задают этот вопрос, я отвечу, потому что Гарри Бёртон. Есть такой джазовый вибрафонист, Гарри Бёртон. В своё время мой преподаватель, Блинов Александр Евгеньевич, который, собственно, научил меня всему, что я умею, понял, с кем он имеет дело. Он имеет дело со страшно ленивым человеком, вот, который, в принципе, к которому, если не подобрать ключик, он ничего не будет делать. Если подобрать ключик, он сделает всё. И он этот ключик подобрал. Он, во-первых, понял две вещи, что меня можно на слабо взять. Это в полном смысле слова. Это совершенно гениальный педагог, который делал так. Хорошая пьеса, но тебе рано ещё, ладно. Я говорю, а можно я попробую? Не-не-не-не, давай на следующий год. Я говорю, ну, можно я хоть посмотрю? Ну, ты не справишься, на. Я через две недели это играл на память. Понятно. То есть он знал, как мне... А тут он как бы подсунул мне кассету так. На, послушай, неплохо человек играет. Я подумал, господи, что шеф может дать хорошего? Ну, ладно, ну, вставлю в кассету. Это уже в консерватории было? Нет, это в школе, это 10-11 класс. Это где-то 91-91 год. Я получаю эту кассету, вставляю, с очень скептическим лицом. Ну, что преподаватель может хорошего дать? Да, ну, сейчас, ну, дотина какая-то будет. Так. Так. В общем, через месяц у меня были все записи Гарри Бертона, которые я где-то нашёл у кого-то. Дело в том, что даже на фирме «Мелодия» издали его пластинку где-то году в 86-87. Вот. Да, и это виброфонист. Причём это не просто виброфонист, это реформатор. Это человек, который придумал, как держать в одной руке две палки. То есть, как играть четырьмя палками. До него все играли только двумя. То есть, аккорды брать… На «Маримбе» играют тоже две или в четыре? Четыре, да. Но это началось… Дело в том, что постановка была придумана в 60-х годах 20-го века. До этого никто не играл. Играли только двумя палками. И вот Гарри Бёртон придумал, как держать управляемые. Они должны быть управляемы. Сейчас уже играют и шестью, но одна из них не управляем. Невозможно ей управлять. Она просто торчит. Она помогает, если ты там руку направил, она помогает. Вот. А эти палки управляемый-то человек придумал. Потом он придумал… У него виброфон стал сольным. Он первый играл в сольные пьесы. Вот сам. Это человек, один из основоположников такого жанра, как джаз-рок. То есть это величайшая глыба. И я его услышал. И опять же, вот как Пьяцулыч, я заболею через несколько лет, я заболел виброфоном. И это уже не было… Ну, то есть ключик по-доброму. Это не было уже «мне нужно позаниматься». Нет, мне надо приехать пораньше, инструмент один на всех, да приехать пораньше и его занять. И все. И народ, когда видел… То есть в школе еще своего инструмента не было? Нет, нет. Свой инструмент у меня и в консерватории не было. То есть даже в консерватории вы приходили заниматься… Да, один инструмент на всех, да. Так же, как органисты приходят, выстраивают целое расписание с 7 утра. Очередь. Кажется, по часу, иногда по полтора. У нас расписания не было, у нас кто раньше пришел. Товой тапки, да. А дорогой это инструмент? То есть вот лично, чтобы поставить… Ну, смотрите, для сегодняшних дней, особенно если сравнивать со струнными инструментами, то нет. Это где-то 6-8-9 тысяч… Это учебный инструмент или концертный? Нет, это на концертный. Концертный. Ну, вот мой инструмент… Тысячи чего? Евро. Евро, да. Тот инструмент, на котором… Кстати, я схожу обязательно пару слов. Тот инструмент, на котором я буду играть в понедельник, это инструмент голландской фирмы Majestic, которую я официально представляю. Вот. Мы с ними дружим уже 6 лет. Это замечательные совершенно ребята. Они сделали очень классный инструмент, который вполне себе конкурентно способен с такими глыбами, как Yamaha, как Adams и как Masser. Это наши три кита. Вот. Он абсолютно конкурентно способен, а не хочу никого обидеть, кое-какие модели он даже и превосходит. Вот. Но вот этот инструмент стоит 5600. Вот, если кого это интересует, да, 5600 евро. То есть это, в принципе, недорого. Я говорю, учитывая, что самая приличная виолончель, там, не знаю, скрипка, там цена начинается от 50 тысяч, да, чтобы так, ну вот. То есть я считаю, что наши инструменты не стоят ничего, да. То есть, ну, дешевле что может быть дешевле? Ну, пианино разве что такое, дома заниматься. Когда вы начали делать сам аранжировки и писать музыку, в каком возрасте? – Опять же, вернемся к Гидону Крэмеру. Значит, я в 99-м году попал в Крэмерату. Я вот как-то сказал сегодня в нашем с вами частном разговоре, да, что у меня жизнь разделена на до и после. До знакомства с Гидоном Крэмером и после, да. Потому что, ну, все было совершенно по-другому, да. Вот, в общем, я начал сотрудничество с Крэмератой, вот. А потом попал на фестиваль в Лакенхаус. Это в Австрии был фестиваль, у Гидона 30 лет с 1981 по 2011 год. Вот, 30 лет. Каждое лето, 10-11 дней. Вот, замечательный совершенно фестиваль, с потрясающей атмосферой совершенно. И туда приезжали такие ребята, что там по два концерта в день, ты ходил на все концерты, просто обалдевал, да. И от того, от энергетики, и от качества, и от всего. Вот, и как-то вот решил я набраться смелости, подойти к маэстро и спросить, а можно я сыграю на вибрафоне? Тем более, что вибрафон был заказан для каких-то оркестровых произведений. Он говорит, что ты хочешь сыграть? Я говорю, можно я сыграю? Вот, у меня есть обработка пьецола, либертанго. Вот, для фортепиано. Я говорю, уже я говорил, была такая канадская пианистка, Найда Коул, на этом фестивале, такая, очень-очень-очень молодец большой в плане танго, в плане драйва вот этого, то есть не все классические пианисты это чувствуют. Вот, но с ней как раз не было никаких проблем. Вот, а... Вот, и он спросил... Вы решили сыграть танго? Он спросил, да, он спросил, мы сыграли, мы сыграли, и как бы, я так понимаю, что ему понравилось, потому что он подошел после концерта и говорит, а кто сделал обработку? Я говорю, я. Он говорит, слушай, а ты мог бы или сам попробовать, или довериться кому-то из своих друзей, сделать обработку для вибрафона, скрипки и струнного оркестра, либертанго? Я хотел бы эту пьесу сыграть. Я человек смелый, потому что я вначале соглашаюсь, а потом думаю так, а как я буду это делать? Я сказал, да, я могу. Он говорит, хорошо, тогда ты спокойно, спокойно думай, вот, у нас сейчас лето, давай к зиме что-нибудь придумай. Я говорю, хорошо, согласился, и думаю, боже, что я надел, как я, что, я, как, я, нет, я делал какие-то, я знаю, что такое симфонический оркестр, я знаю, что такое струнный оркестр, я знаю, что такое вибрафон, конечно же, то есть я неплохо знаю скрипку. Это уже было по окончании консерватории? Да, 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 это 2001 год, мы говорим о 2001 году. Вот, ну, в общем, я сделал. Сейчас, конечно, по прошествии почти 20 лет, ну, я ее переоркестровал чуть-чуть, потому что, ну, какие-то вещи, на какие-то вещи я сейчас смотрю с улыбкой, но какие-то вещи мне до сих пор нравятся, которые тогда пришли в голову. Вот, и вот когда национальная опера Латвии предложила мне балет по музыке Моцарта «Дон Жуан», да, вот, по опере Моцарта «Дон Жуан», и я его сделал, вот, и он до сих пор в репертуаре театра, вот, я пришел к Гидону, говорю, Гидон, знаете, спасибо вам большое, что вы меня в свое время толкнули на эту дорожку, вот, несколько лет назад, да, и вот я начал этим заниматься, я начал учиться, начал интересоваться, начал развинчивать, раскручивать все это, как это все работает, оркестр, оркестровка, инструментовка. Вот, говорю, смотрите, это так можно назвать книгу «От либертанго до балета». Как вы выбираете дуэты для вибрафона, с каким инструментом, то есть соло, я имею в виду голос, или вот у вас есть дуэт с виолончелли, с Татьяной Редько, все-таки инструмент достаточно тонкий, волшебный, и как вы выбираете инструменты для аранжировок своих? Смотрите, я очень хорошо знаю его возможности, это понятно, вот, но, например, мне очень нравится сочетание струнного инструмента и вибрафона, вот в дуэте. Есть дуэты со скрипкой, вот, мы с маэстро Крэмером играли неоднократно, вот, с контрабасом я играл вдвоем, то есть, ну, это больше, больше, больше к джазу ближе туда, с альтом тоже играли дуэты, вот, с виолончелью. Мне очень нравится это сочетание лед и пламень, да, вот, мой немножко холодный металл, вот, и тёплое дерево, да, мне почему-то это сочетание очень близко. Есть люди, которым очень нравится, например, сочетание флейты и вибрафона. Я очень люблю флейту, но в этом сочетании мне как-то два холодных инструмента, мне прохладно. А что вообще можно, что можно и что нельзя сыграть на вибрафоне? Смотрите, ну, что касается фортепианных нот, да, у пианиста 10 пальцев, у меня 4. Вот больше 4 звуков одновременно я не возьму. Можно арпеджата что-то сыграть. Дальше, диапазон у вибрафона, ну, не самый большой, скажем так. Так, всего-навсего на 1 тон ниже, чем скрипка. Всего-навсего. То есть у скрипичной нижняя нота, у вибрафона нота всего на тон ниже. То есть, ну, как бы… Достаточно ограничено. Описал ли какие-то композиторы для соло-вибрафона? Ну, то есть не как симфонического инструмента, а именно сольный инструмент. Георг Спелецис. Ну, это все уже… Цветущий, цветущий жасмин. До этого нет для вибрафона. Для вибрафона не написано. Вот я когда-нибудь напишу концерт. Это моя мечта. Да. А сейчас какие сольные произведения для вибрафона у вас созданы? Ну, названий несколько. У меня цикл 15 инвенций Баха, двухголосных, которые сделаны в стилях различных джазовых пианистов. Это, опять же, возвращаемся… Вы сказали Баха, то есть это… Баха. То есть, аранжировки. Да. Это взгляд на пьесы Баха глазами джазовых пианистов. Опять же, идея… То есть, взята основа инвенции, и она модернизирована. И разные, я понимаю, да, стили. Да, разных джазовых пианистов. Каждая инвенция, свой стиль, свое имя. Опять же, идея Гедона Кремера – исполнение мое. У меня есть проект по детскому альбому Чайковского. То же самое. Там пару пьес я играю по нотам Чайковского. То есть, это просто переложение. А остальные, ну, я обязательно должен через себя это переработать. Я не могу просто играть по… Просто сделать обработку. Я должен это пропустить через себя. Это мой взгляд. И если я хочу под таким углом это смотреть, я говорю, мне скучно играть просто нот. Дорогие друзья, завершая нашу культурную среду, хотела бы еще раз пригласить на два уникальных концерта. Астер Пьецола 6 сентября в новой церкви Гертруды будет, можно сказать, традиционное звучание, аккордеон, виолончель и контрабас, аргентинская танго. Начало в 20.00. Совершенно инфернальное звучание, на мой взгляд, и такое тонкое, проникновенное. Это будет 9 сентября в Малой гильдии. Будет выступать наш сегодняшний гость Андрей Пушкарев в дуэте с виолончелисткой Татьяной Редько. И, конечно же, я приглашаю вас на концерты Кремераты Балтики, фестиваль, который пройдет в пятницу, в субботу и в воскресенье. И что самое интересное, уникальные программы из, можно сказать, современной музыки, но скорее эта музыка именно 20 века редко звучащая. И, что интересно, в субботу будет еще выступать знаменитая латвийская органистка Ивета Абкална, которая исполнит концерты для органы и струнных многих латвийских композиторов. И ударных тоже. Ну, а вот мы, уже завершая программу, хотелось сказать, что как-то за эфиром мы узнали с удивлением, что Андрей Пушкарев также увлекался в молодости футболом. То есть, вот это удивительно. Да, я футболом до сих пор увлекаюсь, уже не так активно, конечно. Уже как фанат или так же, как игрок? Нет, я люблю играть тоже. Это вот, если есть возможность где-то погонять мяч, я с удовольствием. И мне кажется, что те, кто посмотрит видео нашей вот сегодняшней программы, оценят и актерские способности Андрея Пушкарева, потому что он настолько живо рассказывал, буквально эмоционально представляет. Эмоционально, как будто играл на вибрафоне. Так что обязательно посмотрите и видео. Всем огромное спасибо и до новых встреч. До новых встреч. Ходите на классику.